Над речкой такое испарение, здесь все в изморозе, вся травка серебряная встала. 12 октября 2023 года, ой, как-то солнышко, я вывела Алекса немножко на прогулку, я еще болею. Алекс, что ты, не трогай эту штучку, Алекс там гремит уже, у нас ребята тут заставили площадку всем подряд, громыхает Авдеевка с самого утра, прям очень хорошо слышно, новости сегодня еще не читала, пока стараюсь быстрее долечиться, герпес противная, гадостная штука, надеюсь скоро вычухаюсь, сегодня утром было холодно, минус 3, прям изморозь такая, на этих самых, везде. Сейчас уже потеплело. Еще немножко отдохнем на улечке, подышим воздухом, пойду работать. Среди этой груда валеного бетона до сих пор живут люди. С болью в глазах Сергей Васютин иронизирует, вместо трешки теперь у него одна комната, и живет он в ней с матерью-инвалидом. Даже не предлагали, чтобы переселить. В феврале этого года вражеский снаряд попал в многоэтажку по Петровского 123Б. Все здесь остались живы, люди говорят, беду бог отвел. Вот только жизнь в аварийном доме стала невыносимой. Везде описывается, будем восстанавливать, и так вот до сих пор нам ничего не восстанавливают. Как и соседний дом 123А, там обрушилась плита покрытия на тех этаж. Просили и те, которые находятся рядом. Вместо того, чтобы приступить к полномасштабному восстановлению, жилищные организации «Текстильщик-2015» решили выбрать путь менее затратный. ОСБ нам выдали, там под низом ОСБ. Вот пленку нам выдали. Вот мы понакрывали, но вот если видеть, оно все равно, вода собирается. А пленку срывает сильный ветер. Тогда сами жильцы решили укреплять конструкцию. Используют подручные средства. Вот, например, нашли рубероид, который остался с прошлого ремонта крыши. Утяжеляют и кирпичами, камнями, брусьями. Вот здесь плиты нету, а вот эта наклонилась. И все сюда вот стекает. С каждым дождем буквально плачут и стены в квартире, а с ними горют и хозяева. Казалось бы, дома у Екатерины идет ремонт. Сорванные плентуса и обои, голые стены. Но только так можно хоть на время приостановить сырость. Света нету, потому что текло, где выключатели, где розетки, мы поснимали, потому что, чтобы не было замыкания. Помимо безопасности, борется Екатерина с плесенью и грибком с помощью белизны, обогревателя и открытых на стишокон. Что в холода уже не выход. Каждый понедельник девушка оббивает пороги ЖЭКа. Обращались в Минстро и администрацию города. Выезжали на место и представители Донецк проекта. Мы очень рады, что вы приехали к нам, что слово наше дойдет куда-то. Увидят и услышат. Чего не можем добиться, понимаете? Скорее всего, вас надо расселять, подъезд полностью, людей убирать, потому что, они сами сказали так, что аварийное состояние, что может обвалиться крыша. Но от угрозы аварийных балконов уберегает только вот эта красная лента. Бездействие инстанции аргументируют, мол, дом на текстильщике находится вблизи линии соприкосновения. Но сами люди такую версию опровергают. Приехала бригада с рыброидом, со всем. Я смотрю, выгружают, туда занесли. Я вышел покурить, а я назад ложат. Говорят, мы были там, там пролет, а нет, как мы будем это делать? Нам сказали, маленькая дырочка. Они приехали заделывать, нам такое сказали. Они сели и уехали. Вот обещают в пятницу конструкцию брать, сделать подпоры, не плиту поднять. То есть плита так и будет лежать на тех этаже. В управляющей компании, в свою очередь, рапортуют. Квалифицированных работников не то, чтобы не хватает. Их попросту нет. Именно по этой причине капремонт невозможен. Так как у нас квалифицированных специалистов нет, и эта работа, относящаяся к высокой опасности, предварительного заключения никакого еще первоначально не было, по институту сотрудники у нас же не могут выполнять эти работы. В администрации Кировского района уповают на специалистов из России. Нас заверили все акты на рассмотрение в вышестоящих инстанциях. После обстрела на этих домах разрушены несущие конструктивы, плиты перекрытия, стены, балконные проемы. Мы сейчас ждем помощи от шеф регионов. Но, к сожалению, в настоящее время на территории Кировского района идут боевые действия, и наши районы – это Кировский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. Пока мы обходимся, к сожалению, своими силами и ждем окончания боевых действий для помощи подрядных организаций из Российской Федерации, которые будут восстанавливать частный жилой сектор, многоквартирные дома. Что касаемо расселения жильцов разрушенных верхних этажей в доме 123Б, некоторые из них уже временно проживают в городском комплексе «Ветеран». Остальные же ожидают начала восстановительных работ. Женщину ранила в 6-м доме. А как ее ранила вообще? В ногу, через дверь, она была в летней кухне, ее через дверь пробили. Да, мы вызвали скорую, оказали первую медицинскую, все нормально, жить будет, там легкая. К нам что-то пристела, там смотрела, туда долетела, но там никто не живет. Вот там, их сейчас тут нет. У нас нет, я только с работы пришла, он, слава богу, живет. Ну, у нас нет стекол ни в одном окне. До сюда, там на Гайдаро, окно. А сколько ж прилетов было? Да, вон сбили, ракета как летела. Ракета, да? Да, ее как сбили, она упала, она с ракетными, тут он какие-то валяются. А где валяются? А вон, где вот этот, с кирпичом, дорога вон. Путина сама, что-то расскажет, это сотрудница выше. Была на работе. Добрый день, уважаемые друзья. Хотел бы сегодня прокомментировать множество обращений от наших государственных предприятий, в том числе Воды Донбасс, фактеру по выдаче зарплат. Во-первых, я бы хотел обратить внимание на тот случай, когда сотрудники Воды Донбасса обратились в Минстрой ДНР и были отпихнуты своим вопросом по поводу и выдачи зарплаты, и по поводу выдачи спецодежды. Считаю, что это недопустимо сотрудникам Минстроя, как бы это вещи все доведем. Считаю, что всегда необходимо с людьми общаться так, как хотели бы общаться с тобой. Поэтому, видно, Минстро и ДНР это у нас забыли. Второе, это по самой выдаче зарплаты. Я напомню, что я уже об этом говорил, что в сентябре были согласованы все зарплаты по предприятиям ЖКХ, угольным предприятиям с федеральным центром. Деньги приступили на счета Минфина ДНР, но у нас сейчас, вы знаете, переходный период, значит, сейчас идет согласование правительства ДНР, а нам необходимо внести изменения в бюджет, после которых мы доведем им средства на предприятие. Но сейчас все вопросы эти решены, и я думаю, в ближайшие дни наши депутаты примут решение по изменению в бюджет, и там как раз в этих изменениях основное – это зарплата угольным предприятиям, и нашим предприятиям сферы ЖКХ – это и воды Донбасса, и Донбасс теплоэнерго, и предприятиям муниципальным, которые занимаются обслуживанием домов, вывозом мусора. Поэтому я бы хотел принести извинения всем сотрудникам наших предприятий за задержку зарплаты. Надеемся, что впредь это не повторится, потому что сейчас, в принципе, приняты все меры для того, чтобы средства на выплату зарплаты до конца года у нас были в бюджете республики. Еще раз спасибо. Всего хорошего. Мирного неба. Мирного неба.